Десятки тысяч мирных жителей погибли во время битвы за иракский Масул. Такие данные публиковала британская Индепендент. Как уточняется, к смерти невинных людей привел шквальный огонь не только со стороны террористов, но и войск возглавляемой США коалиции. Американские власти поставили задачу любой ценой взять осажденный город, не оставив людям путей для выхода. Репортаж Анатолия Лазарева. В освобожденный Масул начинают возвращаться мирные жители. Но большинству идти просто некуда. Город-призрак лежит в руинах. Мохаммед Есим с трудом узнается в район, где я жил еще совсем недавно. Перед началом наступления армии я и соседи сбежали отсюда. Тогда район выглядел совершенно иначе. Он был чистым и неразрушенным. ИГИЛ заминировал мой дом. Иракские военные дали его координаты авиации и дом разбомбили. Но он все равно считает себя счастливчиком. Его не убили ни террористы, запрещенные во многих странах группировки ИГИЛ, ни войска возглавляемой США коалиции. Так повезло далеко не всем. Ведь местные жители оказались между двух огней. С одной стороны боевики, которые использовали их в качестве живого щита. А с другой военные, которым надо взять город, три года находящийся под контролем противника. Сопутствующий ущерб. Так на официальном армейском языке называются потери среди мирного населения. Вертолет иракских ВВС сначала пристреливается, делает несколько одиночных выстрелов, а затем очередь. У людей, пытающихся вплавь выбраться из Масула, шансов немного. Кто они? Бежавшие боевики или гражданские, отчаянно пытавшиеся хоть вплавь спастись из уничтожаемого города, точно неизвестно. По мере того, как в Масуле разбирают завалы, проясняется и масштаб гуманитарной катастрофы. По данным британской прессы, погибших десятки тысяч. Название статьи красноречивое. Бойня в Масуле. Британская Индепендент пишет. Более 40 тысяч мирных жителей были убиты в ходе разрушительной битвы с целью отбить Масул у ИГИЛ, сообщили Индепендент источники в разведке. Потери намного больше, чем предполагалось ранее. Люди погибали в осажденном городе из-за попыток иракской армии выдавить боевиков, а также в ходе авиаударов и атак со стороны террористов. Наступление войск коалиции во главе США началось еще в октябре прошлого года. Неофициально была поставлена задача успеть освободить Масул к ноябрю, когда в Соединенных Штатах состоятся выборы президента. Демократы надеялись, что эта победа даст конкурентное преимущество их кандидату Хилари Клинтон, и это поможет ему держаться в Белом Доме. Потому на штурм Масула были брошены все силы. Но выбить террористов из контролируемого ими еще с 2014 года города быстро не получалось. И тогда Масул в торопях стали уничтожать, не оставив местному населению почти никаких шансов. Идея гуманитарных коридоров, по которым старики, женщины и дети могли бы покинуть опасную зону, как, например, было сделано в аналогичной ситуации в Сирии, в Алеппо, даже не обсуждалось. Ведь в Масуле могла решиться судьба американского президентства. И администрация Обамы не хотела медлить.